Вы хотите начать продвижение своего молодого сайта в Google, либо у вас уже есть сайт, но вы не знаете, какие ошибки мешают ему занять позиции топ-1 в поиске, я рекомендую посмотреть это видео и мы расскажем, как пользоваться самым важным инструментом продвижения сайта Google Webmaster или, как он называется сейчас, Search Console, про все его хитрости, тонкости и как сделать так, чтобы ваш сайт хорошо ранжировался в поиске. Что такое вебмастера? Вебмастера не путать, пожалуйста, с теми, кто является владельцами сайтов. Так еще называют, условно говоря, в линкбилдинге тех, кто владеет площадками. Вебмастера, в частности, вебмастер Google, это специальные утилиты, которые созданы поисковой системой, которая позволяет посмотреть на ваш сайт изнутри глазами поискового робота. В частности, то, как видит ваш сайт Google, какие видит он ошибки, какие страницы он ранжирует и по каким ключам. Но вы мне можете сказать, ну как же, у меня нет вебмастера Google, но мой сайт ранжируется в поиске в Google. Да, это факт, Google также ранжирует сайты, которые есть в поисковой выдаче, без того, что вы его можете туда добавить. Но, если вы это сделаете вручную через Google Webmaster, индексация пройдет гораздо быстрее. На моей памяти я могу сказать, что большинство моих клиентов не знают, что такое вебмастер Google и Search Console. Все, которые сайты продвигаются в Яндексе, почему-то игнорируют вебмастер Google. И это является огромной ошибкой, потому что Google Webmaster выдает чуть-чуть больше информации, чем классический Яндекс.Вебмастер. Это знают даже дети. На самом деле, добавить свой сайт вебмастер Google довольно-таки просто. И существует целых пять способов подтвердить право владения собственным сайтом. Первый способ заключается в том, что вы просто заходите в админку, прописываете метатех, который предлагает Google, и таким образом проверяете принадлежность своего сайта. Вторым способом является простое добавление HTML-файла непосредственно через ваш FTP. Просто загрузите его в корневую папку вашего сайта и таким образом подтвердите дальше право на владение. Третий способ скорее пригодится тем, у кого сайт, возможно, находится на лендинге, либо на каком-то ресурсе. Просто свяжитесь с вашим провайдером доменных имен, сделайте необходимые настройки, которые указаны по этому скрину, и затем просто подтвердите право владения собственного сайта. Следующим способом, который мы порекомендуем, это просто связь через Google Analytics. Если у вас есть доступ к Google Analytics и вы являетесь владельцем ресурса, тогда вы просто сможете с легкостью связать ваш вебмастер. И последним способом, который предлагает, в частности, Google Webmaster, это связь через Google Tag Manager. Более сложный способ, но если он у вас установлен, просто следуйте инструкции, и да, вы подтвердите право на владение собственного сайта. И сейчас я скажу самую важную ошибку, которую допускают те, кто пытается подтвердить право владения сайта. Обратите внимание, какую версию сайта вы добавляете в Search Console. В Search Console можно добавить как HTTP-версию, так и HTTPS-версию, и для Google это разные версии вашего сайта. Точно так же можно добавить 3W-версию и без 3W-версию, то есть один и тот же сайт можно добавить 4 раза, и всего лишь один из них будет правильным. Второй особенностью, которая является Search Console, это то, что каждый поддомен добавляется отдельно. И да, если у вашего сайта 50 поддоменов, все 50 поддоменов нужно забить как разные сайты. И третьей особенностью поисковой консоли является такая вещь, как можно добавить не сайт, а папку целую сайта. Яркий пример, вы можете добавить сайт вот так и вот так. И это будут разные версии сайта. Например, если первая версия сайта работает у вас на рынок России, вторая версия сайта работает на рынок Украины. И вы можете прописать регион для разных версий вашего сайта, разных подверсий вашего сайта разный. То есть, резюмируя, если в Яндексе для прописания региона приходится использовать такие трюки, как поддомены, то в Гугле можно использовать так называемые подпапки вашего сайта для прописания разных регионов ваших страниц. В частности, так делают такие крупные сайты, как Nokia, Microsoft и многие другие. Вы сможете с легкостью в Гугле такие найти. А теперь перейдем непосредственно к знакомству с интерфейсом поисковой консоли Google Webmaster. И да, я хочу сказать, что сейчас недавно Google выкатил новый интерфейс этого инструмента, но в нем есть не все функции, поэтому часть функций осталась на старом интерфейсе, часть осталась на новом. И мы сейчас расскажем, какие и где остались. Итак, познакомимся с новым интерфейсом поисковой консоли Google или нового Webmaster. Что и по факту изменилось? В первую очередь бросается в глаза удобный выбор ресурса. Его теперь можно выбрать сразу непосредственно из окошка. Также все инструментарии, которые сейчас доступны, открыты непосредственно в простом боковом меню. Да, их пока много, остальные находятся еще пока здесь. Мы рассмотрим в первую очередь, что появилось нового здесь. Появилось окошко обзор, которое позволяет перейти на основные отчеты просто в один клик. То есть можно посмотреть, например, отчет по эффективности, который перекинет сразу на отчет следующей эффективности и позволит оценить в целом наши позиции сайта на данный момент. Можно выделить рост CTR, можно выделить среднюю позицию. Но для удобства я рекомендую изучать какой-то отдельный график целиком. Вот яркий пример. Мы не так давно проводили работы по изменению сниппетов. Да, и CTR в целом у поисковых систем вырос. Не смотрите, что он такой маленький. Обычно CTR рассматривать нужно для отдельных страниц. Для сайта в целом CTR может быть очень небольшим. По одной причине вы не всегда по всем позициям можете быть в топ-10. И это факт даже в топ-3. Потому что даже если вы находитесь на 9-10 позиции, ваш CTR будет гораздо ниже единицы. В целом можно посмотреть для удобства выбор постранично. Можно взять, например, нашу недавнюю статейку заработок интернет без вложений. Посмотреть, сколько по ней было всего показов в гугле. Сколько было всего кликов. Какая средняя позиция. Учитывается средняя позиция. То есть вы можете посмотреть, как она работает. Она оценивает все ключи и среднюю позицию. Так как она делает выборку из 50 ключей и максимально занимаемую позицию. Поэтому эти значения могут быть небольшими. Но наиболее полезным отчетом является как раз непосредственно отчет позиции по каждому ключу. Можно увидеть, что наша молодая статья довольно-таки активно начинает набирать обороты. А не так давно написанная нами статья про обзор HREFS или HREFS. Показывая здесь всего лишь 49,9 на самом деле по основным ключам HREFS что это. И просто русская версия HREFS занимает седьмую позицию и приводит нам непосредственно трафик. Что в принципе довольно-таки неплохо. Вкладочка ПК, планшет позволяет посмотреть откуда в первую очередь идет трафик. И да, планшеты обычно занимают гораздо меньше места. Но мобильные и ПК по факту являются лидерами трафика на нашем сайте. Да и в принципе на большинстве сайтов наших клиентов. Вид в поиске показывает насколько часто выводится мы с расширенными результатами. Ну понятно наша позиция еще для расширенных результатов слишком мала для этой странички. Раздел проверки URL позволяет проверить конкретную ссылку. Конкретный допустим раздел вашего сайта на определенные типы ошибок. Нужно все лишь подождать пока данные будут сняты. И система предложит вам следующий ответ. Содержится ли ваша ссылка в индексе гугла. То есть непосредственно с каким кодом она туда попадает. Можно проверить индексирование. Если страничка была изменена. Можно посмотреть его покрытие в частности. Находится ли в сайт мэпе. Есть ли дополнительные ошибки. То есть все выводится непосредственно в удобном виде. И поэтому вам не придется. По многу раз бегать и искать ответ. Почему какая-то страничка у вас выпала с индекса. Почему паре позиций. Если это можно проверить сразу здесь. Буквально в один клик. Следующий раздел на который я бы обратил внимание. Это раздел индексации. Очень удобно что можно отследить. В хронологии обработку покрытия ваших сайтов в поиске. Какие страницы вы закидывали в поиск. Какие есть с ошибками. Какие без ошибок. Сколько страниц вы исключили. Либо есть рекомендации. И для удобства можно посмотреть отдельно отправленные страницы. Это те которые вы непосредственно показали в сайт мэпе. То есть их становится гораздо меньше. То есть те которые изначально Google по ошибке мог обработать. И те которые он отправил в индекс. И которые в нем по факту остались. И можно посмотреть какие страницы были добавлены. Исключены. И какие коды ошибок были уже на этот момент исправлены. Если по факту здесь у вас пишется количество. Значит есть очень высокая вероятность. Что у вас здесь есть ошибки. И при клике вы увидите примеры ссылок. Где эта ошибка обнаружена. То есть если мы посмотрим на странице без ошибок. Вот выводится список URL уже на данный момент без ошибок. После исправления. Также файлы сайт мэп переехали. Теперь вы можете добавлять файлы сайт мэп в новом интерфейсе. Просто прописывая его полный путь. Отправляю и просматривая его статус индексации. Мы потом посмотрим как все осталось еще до сих пор в старом интерфейсе. И сравним. И вы скажете в комментариях выводы. Где вам больше нравится прослеживать. В новом интерфейсе или в старом. Раздел удобства для мобильных. Очень простой раздел. В котором собрана информация относительно того. Как проходит ваш сайт тест на мобильное устройство. Где у вас есть мелкий шрифт и тому подобные ошибки. На каких страницах они видны. То есть допустим интерактивные элементы расположены слишком близко. Можно посмотреть на какой ссылке они расположены слишком близко. И исправить эти ошибки. Где значение метатега viewport не задано. Либо контент шире экрана. Выловив эти странички. Можно просто дать их программисту. И сказать исправь пожалуйста. Ну или исправь за деньги. Если ваш программист работает условно говоря на фейлансе. Если также вы работаете с AMP страницами. То есть если вы на басной портал. Либо блог. И ваша задача доносить контент на мобильное устройство в первую очередь. То я рекомендую изучать этот раздел в новой версии. Здесь он более простой и понятный. И позволяет буквально в несколько кликов скачать сразу все отчеты. Что очень удобно. Ну и переходим к новому разделу ссылки. Что такое ссылки. Здесь собственно внешние ссылки. Внутренние ссылки. Сайты на которые чаще всего ссылаются на вас. И самые распространенные тексты ссылок. Внешних которые на вас ссылаются. Это очень важный фактор. Потому что можно посмотреть. Правильно ли вы выстроили стратегию по SEO продвижению. Грамотно ли у вас сделана перелинковка. Как у вас простроено ссылочное продвижение с других ресурсов. То есть какие домены на вас ссылаются. Являются ли это целевыми доменами. Или на вас ссылаются какие-то мусорные сайты. И ваша задача выловить все эти сайты которые на вас ссылаются. И некачественные сайты заблокировать. К сожалению заблокировать все можно только до сих пор еще в старом интерфейсе. Еще преимущество нового интерфейса является возможность с легкостью давать доступ. Можно добавлять пользователя довольно простом интерфейсе. Потому что в старом это находится довольно таки в неудобных местах. И я рекомендую использовать исключительно новый интерфейс для того чтобы давать доступ. Иначе вы просто запутаетесь. Итак мы познакомились с новым интерфейсом поисковой консоли которые нам предоставил Google. Да это пока еще бета версия и все старые функции переедут в новый интерфейс. Но что же осталось в старом? Давайте познакомимся. В старой версии на что я бы обратил внимание. Это то что на тех инструментах которые существуют уже в новой версии. Появляется такая желтая полоска и говорит новый отчет обзор. То есть если вы попали в старой версии на какой-то раздел и он есть в новой версии. На него можно будет перейти просто кликнув непосредственно на эту клавишу. И вы попадете на ту же версию того же отчета только в новом интерфейсе. Поэтому про этот я повторяться не буду. Это некая сводка которая выдает сразу все ошибки и сообщения. Можно посмотреть сообщения. Они доступны только в старом интерфейсе. Которые вам высылают непосредственно Google на ваш сайт. Какие ошибки у вас есть и какие они у вас были. Раздел структурированные данные принадлежит только старому интерфейсу. И здесь можно посмотреть какая микроразметка на каких страницах у вас установлена. И также можно посмотреть где она была сделана с ошибками. Раздел полезные подсказки выдает данные если на вашем сайте и есть полезные подсказки. То есть если у вас все ок и если вы выдаетесь либо с ошибками в этом инструменте можно их изменить. Полезные подсказки создаются при помощи прописывания так называемых элементов галереи. Если вы пропишите в микроразметке все варианты которые вам нужны для того чтобы выводилась ваша компания именно так по этой галереи. То тогда полезные подсказки будут выводиться в этом отчете. Как итог вы будете выводиться в точности так как примерно она выводится. Название компании, информация, возможность добавления каких-то новостей. Которые выводятся непосредственно на сайте Google в поисковой выдаче. Тот самый раздел маркер про который мы расскажем чуть более подробно позволяет прописать микроразметку для тех у кого нет возможности сделать это технически. Раздел поисковой подсказки содержит в себе элементы которые есть как в старом интерфейсе так и в новом интерфейсе. В частности раздел анализ поисковых запросов уже похож на тот что мы изучали. Единственное что здесь нужно выбирать страницы в более таком непривычном себе интерфейсе но можно сделать фильтр который позволит отфильтровать нужные страницы те разделы сайта на которые вам нужно сделать анализ и посмотреть какие запросы кликались какие имели наибольший CTR и работать уже непосредственно с ними. Разделок ссылки на ваш сайт и внутренние ссылки схож с тем что мы были но он находится в разных элементах поэтому мы можем посмотреть как сделана перелинковка на ваш сайт как сделаны ссылки на вашем сайте то есть по каким откором вы ссылаетесь можно изучить сколько их есть всего на каком ссылке мы на какое с какого сайта переходят какие ссылки на вас. Все это можно посмотреть на какие страницы происходят переходы раздел меры принятые вручную это то что вы можете получить в качестве фильтра то есть если вы занимались веб спамом вся информация может быть изложена в этом разделе хорошо если здесь у вас ничего нет таргетинг по странам языкам хочу обратить внимание что таргетинг производится только на страну страна прописывается непосредственно при настройке таргетинга. Вы прописываете регион и прописываете язык на каком языке проводится таргетинг на ваш сайт есть собственно язык ру для региона козе есть ру для региона россия есть ру для региона юа это значит три варианта русского извлека для каждого региона которые прописываются отдельно. Раздел удобства для мобильных аналогично с тем что мы рассматривали отображает график хронологии когда какие ошибки у вас на сайте появлялись и какие до сих пор остались. По поводу внешних ссылок есть один элемент который по факту можно использовать например ссылки на ваш сайт и раздел внутренние ссылки можно посмотреть что можно посмотреть какие ссылки на вас есть. Но если вы хотите избавиться от некачественных ссылок есть один инструмент который по факту скрыт на него можно попасть фактически только по прямой ссылке. Инструмент называется Disavow Links при заходе на него непосредственно по линку она предложит выбрать домен и вы перейдете в раздел отклонения ссылок. Эта функция фактически скрыта из меню и она спрятана что она дает вы можете загрузить список доменов и либо ссылок которые вам нужно заблокировать. Чаще всего если на вас была сделана ссылочная атака это очень удобный способ собрать список всех некачественных ссылок и скормить вебмастером. Чему это приведет эти внешние ссылки будут проигнорированы гуглом и тем самым возможно негативное влияние от избыточного количества ссылок сделанной нехорошим SEO специалистом на вас будет нивелировано. В частности этот инструмент есть и в Bing вебмастере но отсутствует в Яндекс вебмастере. Яндекс вебмастер говорит что в целом они борются с подобным ссылочным спамом от третьих лиц и коэффициент ошибки у них составляет меньше 1%. Но по факту до сих пор есть куча жалоб на форумах где люди жалуются относительно того что именно за счет того что отклонение ссылок нужно делать в Яндекс вебмастере как отдельным инструментом чтобы владелец сайта мог заблокировать некачественные ссылки но пока этого инструмента в Яндексе нет в Гугле и в Bing он есть. Раздел индексации гугла частично перейдем в новый интерфейс поэтому статус индексирования доступен непосредственно и в новом интерфейсе и в старом интерфейсе. Но такой раздел как заблокированные ресурсы и заблокировать отдельные страницы сохранился исключительно в старом интерфейсе пока в новый еще не переехал. И функция удалить URL адреса вы можете скрыть отдельные страницы сайта которые ошибочно попали в Индекс. Допустим вы увидели в отчетах вебмастера ошибочные ссылки которые не должны были попасть Google их видит как ошибку. Вы можете их в ручном режиме заблокировать они будут исключены из Индекса и таким образом Google не будет видеть по ним никаких ошибок. Раздел сканирования аналогично переехал частично ошибки сканирования уже есть в новом интерфейсе это ответы сервера. А вот статистика сканирования в частности осталась до сих пор еще в старом интерфейсе. Можно посмотреть сколько страниц за день было просканировано сколько килобайтов и какое время на загрузку страниц было потрачено. Можно посмотреть любую страничку как Google бот для этого достаточно просто вставить ссылку нажать кнопочку сканировать и дождаться результата сканирования. Как только вы увидите есть существует какие ответы есть существует ответ переадресованы например у нас ределект идет на завершающий слэш есть ответ готово есть частично выполнен проход и временно недоступно. Как только вы сделали проверку как Google бот новую страничку можете запросить ручное индексирование. Таким образом вы можете повторно попросить Google просканировать вашу страничку возможно она попала в индекс до сих пор еще старая версия. Из привычных инструментов есть конечно же инструмент проверки файла robots он может сказать вам если ошибки у вас или нет вы можете перед редактировать и попробовать любые вариации его проверки. Инструмент проверки файла sitemap скажет какие ошибки у вас в sitemap в данный момент есть и порекомендует их исправить. Все что вы видите здесь существует только в старом интерфейсе и результаты можно скачать. Как только ваш программист уже сделал все ошибки отправьте результаты еще раз на проверку. Раздел параметры URL я более подробно затем расскажу позволяет избавиться от ошибочных UTM меток. Раздел проблемы безопасности пожалуется на вас если у вас будут нарушения связанные с взломом вирусом и либо распространение вирусной информации либо распространение веб спама. Вы увидите всю информацию здесь. Если вы получаете такого рода предупреждения я рекомендую ознакомиться с справкой связанной с межсайтовым предупреждением вредоносным ПО и найти ту ошибку которая выдает ваш сайт. Чаще всего это может быть какой-либо внедренный код как мы иногда находили который генерировал тысячи страниц либо фишинговый код либо чаще всего это черви. Очень важно про что мало кто помнит это в разделе другие ресурсы можно посмотреть какие еще ресурсы предлагает Google. Мы более подробно рассмотрим другие но я рекомендую вам в первую очередь не забывать про Google мой бизнес. Если вы хотите все-таки присвоить себе региональный поиск то есть если у вас есть филиал обязательно регистрируйтесь в Google мой бизнес оставляйте себе всю техническую информацию там указывайте свой точный адрес телефон время работы. И да особенностью Google мой бизнес заключается то что вы должны подтвердить ваши данные физически. Для этого вам придется дождаться бумажного письма от Google с шестизначным кодом который нужно будет ввести для верификации. Второй момент который я бы порекомендовал не пропускать интернет магазином это Google Merchant Center. Если вы собираетесь продвигать товарные объявления продвигать товарную рекламу продавать активно развиваться интернет магазин я рекомендую зарегистрироваться в Google Merchant Center в Украине пока он еще не работает но в России прекрасно работает доступен и настройте фид ваших товаров так чтобы они подгружались Google Merchant. Этим самым вы возможно очень сильно поможете сами себе продавать отдельные розничные позиции потому что они будут отображаться в качестве сниппетов в выдаче. По поводу Google аналитики мы снимали отдельное видео как ее ставить как следить за данными как отслеживать полезные клики как анализировать ассоциированные конверсии которые шли долгими путями все можно делать здесь. Google реклама это бывший Google Adwords сейчас Google Ads по этому поводу я рекомендую посмотреть наше видео по Google Ads и как он устраивается как он работает и как привлекать рекламный трафик из Google к себе на сайт. И мне однажды в комментариях сказали что я уделяю мало внимания технической поддержке справочки справки того же Яндекса справка Google есть справка Google как создать сайт если вы собираетесь создавать сайт я рекомендую обязательно прочитать гайд по SEO для начинающих. Если вы создаете свой собственный сайт буквально это ваша записная книжка для вашего программиста для вашего веб дизайнера для вашего SEOшника если у вас такой собственно в отдельный проекте есть как создать сайт так чтобы он сразу попал в поиск без всяких ошибок чтобы не пришлось краснеть SEO компании после того как он будет делать вам технический аудит потому что он будет видеть тонны ошибок если вы просто не будете следовать этим простым требованиям которые предлагает сама поисковая система. Ссылочка будет в описании. Не понял ну очень интересно. А теперь мы познакомились с старым интерфейсом и я хочу уделить внимание такой вещи как отдельные инструменты поисковой консоли Google. Да помимо классических инструментов вебмастер есть такие инструменты которые применимы для любого сайта и в принципе вы можете прогнать через эти инструменты любой сайт и эти инструменты Google предоставляет абсолютно бесплатно. Первым инструментом мы рассмотрим скорее не инструмент а так называемый список подсказок это то что предлагает Google для прописания микроразметки он показывает как вы хотите чтобы выглядел ваш сниппет в поиске в качестве разных видов карточек и какие инструменты микроразметки вам нужно прописать. Более подробно можно ознакомиться на этой странице ссылка будет в описании. Следующим инструментом мы рассмотрим инструмент оптимизации HTML. Как часто вам пришлось заказывать технический аудит? Как часто вы вылавливали огромный список HTML ошибок? Вы будете шокированы, но этот же технический аудит выкачивается абсолютно бесплатно из поисковой системы Google, из его инструмента. И это очень просто, просто добавьте свой собственный сайт, дождитесь результатов сканирования и скачайте все HTML ошибки которые актуальны на данный момент. Как мы видим этот инструмент может нам выдать всю информацию по мета данным, в частности повторяющиеся, короткие и длинные мета данные, а также по тайтлам пустые, длинные, короткие, повторяющиеся и не информативные. А также есть целый раздел который показывает тот контент который не индексируется либо индексируется неправильно. Я не так давно затрагивал про то что в Google можно сделать таргетинг на отдельную страну и язык. Да, вы можете настроить таргетинг на конкретную страну, но не на город. Для того чтобы сделать таргетинг на город я расскажу вам в другом видео как это сделать. Но для того чтобы сделать таргетинг на конкретную страну вы должны зайти в этот раздел Google Webmaster, выбрать нужную страну и сохранить. Язык подтягивается автоматически если вы правильно прописали атрибут hreflang. Для этого нужно вам в коде его прописать. И важное замечание, если вы измените этот раздел, то возможно очень посыпется ваша текущая выдача, но вырастет там где вы ее прописали. Ну и из старых инструментов которые доступны это ошибки сканирования. Это такой очень простой график с разными факторами, который позволяет определить множество старых видов ошибок которые нужно было отслеживать. В частности это рабоспособность DNS, жизнеспособность сервера, коды ответов разных страниц. Это 302, 301, 400, 404, 502 и так далее. Также доступ поисковика к файлу robots и другие ошибки. Работает утилита достаточно просто. Просто вставьте ссылку в соответствующее окошко, дождитесь результатов. Посмотрите какая микроразметка установлена и где были сделаны ошибки. Если вы развернете каждый пункт, вы увидите где какая ошибка была допущена. Изи. Какое преимущество этой утилиты? В первую очередь можно засылать страничку конкурента, посмотреть ее микроразметку, выписать какие разделы вам нужно прописать на своей подобной странице, дать этот список задач программисту. Программист их прописывает. Затем еще раз проверяем вашу страничку, смотрим где какие ошибки были допущены, передаем программисту на исправление, он исправляет. В итоге вы получаете микроразметку точь-в-точь, как у конкурента. Вам ничто не мешает просмотреть двух, трех, четырех конкурентов и выловить все варианты микроразметки, которые можно использовать для данных видов страниц. Обычно на страницу вешаются такие частые микроразметки, как хлебные крошки, company, веб-сайт, product и может быть news, article и тому подобное. Хотя на самом деле для разных видов страниц микроразметка существует разная. В частности для ивентов, для отелей, для бронирования билетов микроразметка вешается абсолютно своя и она может отличаться. И это не просто так нужно, потому что на самом деле Google выводит эти все данные согласно поисковым запросам и ранжирует данные по карточкам. Но иногда бывает такая ситуация, что у вас нет программиста, либо нет возможности установить микроразметку на собственный сайт. В частности он может быть просто создан на каком-то сайте конструкторы или на бесплатном wordpress.com. Как тут быть? Здесь очень простой метод. Если вы зайдете в мастер микроразметки, это такая утилита, и можете в ручном режиме прописать какой страничке, на каком месте соответствует какой тип данных. Где у вас название сайта, где у вас логотип, где у вас адрес, где у вас другие элементы. Вы можете просто методом кликания мышкой в нужные части экрана выбирать себе отдельный элемент, прописывать его в ручном режиме, что он какому типу принадлежит. Затем, сохранив результат, система экстраполирует данные по другим страницам и микроразметка будет установлена автоматически в Google. Да, в Яндексе она таким образом установлена не будет, но в Google вы сможете с легкостью картировать ваш сайт и сказать Google «Эй, у меня здесь телефон, у меня здесь адрес, а здесь мое название и мой логотип». Сейчас я покажу инструкцию, как пользоваться этим инструментом с переводом. Привет, меня зовут Джек, я директор по управлению продуктами Google. Я расскажу вам о маркере, новом инструменте, который позволяет сообщить роботу Google о структурированных данных вашего сайта. Google использует эти данные, чтобы показать сниппеты в результатах поиска, сниппеты Google Plus и многое другое. Например, если нам известно, что страница сайта посвящена какому-либо мероприятию, мы можем показать подробности о нем, например, место и время проведения, прямо в результатах поиска. Так пользователям будет гораздо удобнее, чтобы сообщить роботу Google о структурированных данных сайта. Можно использовать микроданные в HTML-коде страниц. Но маркер предлагает более удобный способ. Это простой инструмент, позволяющий вебмастеру сообщить роботу Google о структурированных данных сайта, никак не меняя сам сайт. Это очень упрощает работу. Чтобы начать работу, введите URL – стандартные страницы сайта, содержащие структурированные данные. Когда страница откроется в маркере, выделите самые значимые поля и пометьте их. Справа вы увидите, как Google будет воспринимать эту страницу. Как только вы закончите помечать одну страницу, маркер покажет похожие страницы сайта, и данные на них уже будут выделены. Посмотрите и исправьте ошибки. Затем нажмите «Опубликовать», и Google всходным образом обработает весь сайт, каким и большим он не был. После этого Google сможет отображать структурированные данные. В результатах поиска, относящихся к вашему сайту, чтобы воспользоваться маркером, откройте инструменты Google для вебмастеров. То есть, как вы видели, все просто. Выбираем тип страницы, выбираем какой категории она будет принадлежать, подгружается нужный вид микроразметки, и в ручном режиме вы ее просто прописываете. Следующий инструмент называется, так грозно, «Мастер проверки скорости загрузки сайта». Но все мы его знаем, как Google PageSpeed. И без этого инструмента, я думаю, ни один SEOшник не начинает технический аудит. Да и любой программист не сдает сайт своему клиенту, не проверив страницы на скорость загрузки. Хотя, возможно, ваш программист этого и не делает, поэтому вы проверьте за него. Что это за инструмент? Это достаточно очень простой и незамысловатый тул, где вы вставляете ссылочку, дожидаетесь результатов сканирования, и в простой развернутой форме выдаются все данные, которые вам нужно исправить. Более того, Google предлагает уже сжатые версии изображений и JavaScript, которые нужно установить на ваш сайт. Нужно просто всего лишь кликнуть вот здесь и скачать результат. В чем еще преимущество этой утилиты? Он позволяет оценить страницу, как она будет выглядеть на десктопе и на мобилке, и какая скорость загрузки будет на десктопе и на мобилке. И также хочу вам сказать, совсем недавно утилита обновилась, и в ней появились наполнительные данные, которых возможно не было ранее. Это так называемая скорость загрузки. Именно конкретно в цифрах есть баллы и есть скорость. Если он показывает NA, значит вероятно что-то ему мешает, и поэтому нужно проверить, что мешает проверке скорости загрузки вашего сайта. Но я так скажу, с июля месяца этот инструмент получил дополнительную доработку своего балла. Теперь он учитывает audit usability, UX ответ. Он учитывает показатель отказов, учитывает скорость доставки контента пользователю. И если по этим показателям вы отстаете от конкурентов, ваш показатель будет сравнительно ниже. А теперь немножко скучной терминологии. FMP, это First Meaning Paint, это то, что прогружается в первый раз пользователю. В частности, это ваш первый экран. Первый экран должен содержать идентифицирующую информацию, должен загружаться быстро, иметь все соответствующие элементы для перехода в другие страницы. Как на десктопе, так и на мобилке. Ну естественно! Как вы видите, FMP отображается в первом экране Google Page Speed. И вы можете посмотреть, что видит пользователь в первую очередь. Как быстро это он видит. Как сделать так, чтобы он видел это быстрее. Как сделать так, чтобы скорость загрузки вашего сайта была лучше. Поэтому Google Page Speed это незаменимый инструмент поисковой консоли, который сейчас существует отдельно по ссылке. Про него можно делать, конечно, большие сложные обзоры, про его функционал. Но я так скажу, проверяйте за вашим программистом и за вашим SEO-шником ваши аудиты и вашу сданную работу. Следующая утилита, которую мы рассмотрим, это проверка скорости загрузки на мобильных устройствах. И здесь все достаточно просто. Эта утилита используется для того, чтобы проверить, как быстро ваш сайт загружается на телефоне. В чем отличие от Google Page Speed? Google Page Speed смотрит загрузку на мобильных устройствах, словно вы работаете через Wi-Fi. В то время как эта утилита оценивает медленную скорость соединения, ослабленный процессор в случае экономии заряда и тому подобные характеристики. И таким образом оценивает, насколько быстро загрузится ваш сайт сравнительно с конкурентами. Просто добавьте в эту утилиту вашу ссылочку, дождитесь результатов сканирования, пролистайте результаты, понажимав на вот эти элементы, либо скачайте результат себе на почту, который будет написан в обычном развернутом письме. Есть еще такой очень необычный инструмент – это пользовательский поиск. Зачем он нужен? Если вы создали свой собственный сайт, но поисковый движок вы не хотите покупать, не хотите ставить, либо хотите какой-то сделать простой, который будет сканировать весь ваш сайт, установите поисковый движок Google на собственный сайт. Он будет простыми методами запросов искать нужный контент на вашем сайте и выдавать результаты непосредственно в фрейме вашего сайта. Единственным недостатком – это то, что будет отображаться реклама. Но если вы все-таки большой интернет-магазин, либо вам нужно хранить огромную энциклопедию и вы не хотите показать рекламу, можно всегда установить платную версию и проблем нет. Из тулов, которые существуют в Яндекс.Вебмастере, здесь также есть инструмент проверки роботс. Просто вставьте ссылку на ваш роботс, либо вставьте текст вашего роботса и проверьте, хорошо ли он индексирует ваш сайт, правильно ли он это делает и какие ошибки в роботс вы допустили. Оно будет отмечено, какие строчки сделаны с ошибками, какие призупреждениями и предложит вам их исправить. Финальным инструментом, который я бы отметил в Гугле, которого нет в Яндекс.Вебмастере в частности, это инструмент проверки параметров URL. Часто бывает, что созданные вами ссылки с параметрами ошибочно могут попадать в индекс. Здесь же вы можете их собственноручно закрыть. Подведем итоги, что можно сказать про Гугл Вебмастер. В первую очередь, это мощный инструмент для того, чтобы увеличить кликабельность ваших сниппетов. Да, можно при помощи него посмотреть, как установлена микроразметка, посмотреть, как ее можно поставить без вмешательства в код, отследить, какие ключи дают наиболее релевантные позиции и клики и увеличить тем самым образом ваш CTR. Второй момент, который я могу отметить, это очень дружелюбный новый интерфейс. Как мы видели в нашем видео, я рассказал и показал, какие элементы стали удобными и понятными. То, что как инструменты внутри Гугл Вебмастера, так и за его пределами, но которые принадлежат его семейству, являются абсолютно бесплатными, не требуют никаких финансовых вливаний и позволяют сделать на ходу технический аудит вашего сайта, выявить ключевые ошибки, на которые Гугл показывает вам пальцем, и как сделать так, чтобы ваш сайт ранжировался лучше. Ну и самая важная дилемма, которую многие говорят. Стоит сделать миллионы страниц под каждый запрос или стоит сделать три страницы под миллион запросов? Гугл отвечает очень просто. Создайте уникальные страницы под максимальное количество запросов, сделайте так, чтобы они были максимально полезны и только их добавьте в вашу карту сайта. Не кормите его миллионами бессмысленных пустых страниц, дайте уникальные полезные страницы поисковой системе, и она сама сделает качественное ранжирование. В этом видео я рассказал по максимуму для новичков. Если же вы профессионал и вам нужны более дельные советы, задавайте их в комментариях, мы расскажем их, покажем возможно на примерах, предложим вам ссылки на авторитетные источники, которые отвечают на ваши вопросы. Ну и в целом, возможно, если соберется информация на большой видео ответ, сделаем следующее видео. Если вы насобираете, конечно, нам побольше лайков и подписчиков. Поэтому до новых встреч! Вы хотите начать продвижение в Гугле, но не знаете с чего начать? Ой! Второй особенностью является то, что если вы подоб... Очень ругается! Гугл аналитики! О господи! Гугл аналитики! Ошибки карты сайта! Гугл аналитика! Есть! Продолжение следует...